Андрей Евгеньевич, все-таки Ваша команда на год младше практически всех остальных соперников. Какие цели Вы ставите перед своими ребятами на этот турнир? Ну, в первую очередь, получить опыт в официальных играх. И тем более, для нас турнир очень полезный, потому что соперники все старше и физически сильнее. Но, тем не менее, сегодня игра показала, что наши ребята достаточно конкурентоспособны на этом уровне. И я, честно говоря, по большому счету доволен той игрой, которую мы сегодня показали. К сожалению, пропустили очень обидный гол, и у соперника практически больше не было моментов в течение матча. Ну, где-то, может быть, не хватает еще холоднокрови, где-то не хватает мастерства, уверенности в своих действиях. Но я уверен, именно с такими матчами эта уверенность и придет к нашим ребятам. Показало, что структура игры у Вашей команды даже была посильнее. И, наверное, тут уже сыграла роль вот эта антропометрия и физические данные соперника. Вам так не кажется? Ну, я бы не сказал, чтобы мы проигрывали большее количество единоборств. В принципе, в этом плане, наверное, более равная игра была. И нужно еще отметить, что мы хорошо разобрали соперника и, в принципе, знали их и сильные, и слабые стороны. Но, к сожалению, нам, еще раз говорю, немножко не хватило. Может быть, концентрации внимания, а может быть, где-то и сил. Как думаете, кто станет именно Вашим главным соперником на этом турнире? Быть может, сборная Беларуси до 16 лет самый такой вот сложный соперник в плане того, чтобы конкурировать со сверстниками? Ну, честно говоря, давайте посмотрим. На самом деле, первая игра сыграна, но точки над «и» не поставлены. Все остальные игры покажут, кто будет аутсайдером, кто будет фаворитом.